Что приходит на ум? Правильно, таблетка от УАЗ или как еще ее называют за внешний вид буханка. У вас есть другие предложения? А у меня есть. А дороги там больше похожи на направление. Ни один пикап или джип не дадут вам столько возможностей. Задний редуктор может быть укомплектован блокировкой дифференциала. Какой автомобиль следует выбрать, если вам надо передвигаться по бездорожью? Нет, не такому, когда грязь по стекла и главным движителем является даже не колеса, а лебедка. А более умеренному, например, размытые грунтовки между селами, лесные дороги или подъезды к отдаленным рабочим местам в полях или горах после дождей или после снегопадов. Большинство зрителей тут же начнут перечислять марки и модели внедорожников, представленных на рынке. В 90% случаев это будут внедорожники классической компоновки или пикапы. И действительно, при желании на рынке всегда можно подобрать что-то подходящее. Но! Но! Это если у вас нет определенных запросов. Каких? Например, вам нужно перевозить больных из отдаленного села в райцентр. К сожалению, дерьмовых дорог у нас еще хватает. А после дождей на них без полного привода хрен обойдешься. Или, например, автопарк какого-то мобильного оператора в регионе, где ретрансляторы стоят в полях, горах и прочих подобных местах. Однозначно нужно транспортное средство вагонной компоновки. Что приходит на ум? Правильно! Таблетка от УАЗ или, как еще ее называют за внешний вид, буханка. Это, пожалуй, единственный внедорожник вагонной компоновки, который продается до последнего времени. У вас есть другие предложения? Ха! А у меня есть! Как оказалось, практически полноценную замену древней буханке предложили французы. В недавнем времени PSA, а сейчас корпорация Stellantis, это та самая, в которую с недавнего времени вошли такие бренды, как Peugeot, Citroёn, Opel, Voxhull, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Dodge, Maserati, DS Automobiles. Предложили не сами, а благодаря своему давнему партнеру, компании Dangell. Эта фирма из классических пирожковых фургонов клепает полноценные современные автомобили. После Данжелевского продукта вернуться на УАЗ можно разве что от полной безнадеги. И самое главное, это то, что эти машины намного лучше любого джипа или пикапа решают насущные проблемы потребителей коммерческой техники. Огромные просторные кузова позволяют разместить стеллажи для хранения специнструмента и запчастей, сложное оборудование и еще перевести нескольких сотрудников. Это как вариант. Но даже если вы занимаетесь просто доставкой продуктов или товаров в отдаленные населенные пункты, а дороги там больше похожи на направление, ни один пикап или джип не дадут вам столько возможностей. Ведь полный привод позволяет вам маневрировать там, куда раньше добирались только любители оффроуда. Ну а теперь вернемся к машинам, которые нам предлагают прямо сейчас. И прежде чем смотреть видео дальше, нажмите лайк или дизлайк, чтобы активировать алгоритмы ютуба и помочь нам продвигать это и другие видео. Нам предоставили для покатушек сразу три машины. Peugeot Partner, Peugeot Traveler и Citroёn Jumper. Микроавтобусы были оснащены двухлитровыми моторами мощностью 150 у Traveler и 160 лошадиных сил у Jumper. Оба с шестиступенчатой механикой. Партнер, полуторалитровый мотор и также шестиступка. Поездить удалось на всех автомобилях и, скажу откровенно, недовольство не вызвал ни один. Единственное, у Traveler, в отличие от Jumper и Partner, не было блокировки заднего диффера и его не запускали на диагональное вывешивание. Ну, это логично. Надо заметить, что площадка для испытаний вполне соответствовала требованиям для проверки ходовых возможностей автомобилей повышенной проходимости. И выводы здесь однозначные. Автомобиль может позволить больше, чем целый ряд кроссоверов, так называемых паркетников. Автомобили уверенно проходили препятствия, выбирались из диагональных капканов и легко взбирались на крутые подъемы. Но, больше всего удивляло, насколько жестче стали кузова на кручение. Даже огромный джампер позволял без проблем открывать и закрывать двери кузова при диагональном вывешивании. Поистине ставлю данджель, твердую пятерку, за проделанную работу. А вот что посоветовал бы доработать, так это возможность ездить на пониженной передаче. Очень иногда не хватает крутящего момента. Особенно в песочке и в умеренной, но засасывающей грязи. Причем, решение простое до невозможности. Просто измените передаточное число первой передачи. Проблема уйдет. И в то же время не надо городить сложных конструкций с понижающими редукторами. Продолжение следует... А теперь давайте поговорим, как же создаются такие замечательные коммерческие автомобили. Сама философия переоборудования серийных переднеприводных машин в полноприводные несложная. Простота, унификация и надежность. Простота достигается отсутствием сложных деталей и отсутствием дополнительных узлов, которые добавляют сложности при интеграции. Например, в схеме полного привода отсутствует дополнительная раздаточная коробка с понижающей передачей. Конструкция настолько удачная, что в свое время схему подсмотрели у Данжель конструкторы из Дачи и Рено. И реализовали на своих автомобилях Duster. Унификация позволяет интегрировать полный привод на все семейство автомобилей Peugeot, Citroёn, Opel с одинаковой технической базой. Причем, коробка передач остается стандартной. Надежность достигается серьезными инженерными расчетами и впоследствии серией серьезных испытаний и проверок новых узлов. К стандартной коробке передач, используется только механика, подсоединяется небольшой узел, некая раздаточная коробка, от нее в сторону задней оси уходит кардан. Передача крутящего момента на кардан включается и выключается с помощью кулачковой муфты. Для таких машин, как Partner, Berlingo, Traveller, Space Tourer, Expert, Jumpy, вязкостная муфта, отвечающая за передачу крутящего момента на заднюю ось, находится непосредственно перед редуктором сзади. Для Boxer-Jumper в средней части автомобиля. Стандартно, при разности скоростей между передней и задней осью, срабатывает муфта, крутящий момент передается на задний редуктор. А от него через полуоси на колеса. Задний редуктор может быть укомплектован блокировкой дифференциала. Передний дифференциал остается родной. Тот, что и стоял в переднем редукторе. В едином корпусе с коробкой передач. Итак, коротко расскажу, что же делает со стандартной машиной компания Dunge. К коробке передач присоединяется редуктор с валом отбора мощности и кулачковой муфтой. В заднюю подвеску вносятся изменения, необходимые для установки полного привода. Например, меняются ступицы, добавляются специальные проставки для увеличения клиренса. В задней части автомобиля устанавливается небольшой подрамник. И устанавливается редуктор. Он неподвижен. Передача крутящего момента на колеса передается через полуоси. С шарнирами равных угловой скоростей. В боксер-джампер из-за формы балки редуктор пришлось вынести немного вперед по ходу движения машины. На работе подвески и полуоси это никак не сказывается. Оно выглядит несколько необычно. Полуоси как бы назад от редуктора идут. Доустановка подрамника усиливает жесткость кузова накручения. Настолько, что даже при диагональном вывешивании все двери закрываются и открываются без проблем. Причем на всех этих машинах. Да, совершенно забыл отметить. Опционально можно заказать специальную металлическую защиту двигателя. Топливного бака и бака для мочевины. В этом видео я могу сделать после ознакомления с конструкцией и возможностями. таких автомобилей вывод однозначный с точки зрения практичности для коммерческой деятельности такие машины намного удобнее внедорожников классической компоновки а по количеству полезного объема их вообще нельзя сравнивать и если еще совсем недавно вам ничего не предлагали кроме как таблетку от уаз то сегодня у вас есть из чего выбирать и это современные высокотехнологичные продукты и 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 на сегодня все не забудьте подписаться на наш канал нажать на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео и оставить свое мнение о нашем канале в комментариях а если вам лень просто поставьте лайк или дизлайк желаю всем удачи здоровья и финансового благополучия пока пока а